Космодром Байконур Космодром Байконур Космодром Байконур Многоразовое использование шаттла, многоразовое использование твердотопольных ускорителей, которые на парашютах спускались в Мексиканский залив, и одноразовое использование подвесного топольного отсека, в котором находились компоненты топлива водород, жидкий водород и кислород. При рассмотрении этой системы, при анализе этой системы, мы сразу же обратили внимание, что та реклама, которую американцы предполагают нам как самого лучшего, никуда не годится. Была разработана система, которая бы использовала ракету-носитель. Иначе получалось, что на орбиту американская система искусственного спутника Земли могла вывести 100 тонн полезного груза. Из них 70 тонн – это сам самолет, шаттл, то бишь чемодан. А полезной нагрузке в нем помещалось всего 30 тонн. За все время пусков американцы ни разу 30 тонн на орбиту не выносили. Та система, которая была предложена у нас в головном КБ, и по которой мы работали и участвовали в проектировании этой системы, предусматривала создание ракеты, которая могла много раз работать. В какой-то части она была и многоразовой системой, но позволяла четко вынести на орбиту и самолет такой же, который был впоследствии назван «Бураном», и полезный груз массой 100 тонн. В процессе проектирования всю необходимую проектную документацию в части конструкции разрабатывал Волжский филиал. Волжский филиал в те времена насчитывал порядка 500 человек людей. Из них больше 70% – это были выпускники Куйбышевского авиационного института. Мы построили всю свою жизнедеятельность именно на работе с молодежью, чтобы никого ниоткуда не заманивать, не переманивать, а воспитывать своих людей. Станислав Александрович, а вот вы когда увидели этот проект впервые, для вас эта задача была интересной или как-то напугала? Мы в те времена работали с энтузиазмом. Понимаете, и вопросов каких-то. Мы понимали, что для того, чтобы реализовать этот проект, нужно создать новую страну. Ни много, ни мало. Потому что нужно было использовать новые материалы. Алюминиевые сплавы, стали, титановые сплавы, новую теплоизоляцию, новую теплозащиту. Нужно было научиться добывать водородь, транспортировать, хранить его и обеспечить его пожаробезопасные условия для работы с ним на ракете. Чего на этот момент в Советском Союзе не было. И это нужно было всё создать вновь. И вот мы за эту работу взялись, работали мы всегда и на заводе в том числе, практически это уже повелось давным-давно, по 12-ти часовой рабочий день. 12 с 8 до 8 и с 8 до 8. Мы, как конструктора, работали не только с заводом «Прогресс», потому что по нашей документации работали многие заводы Советского Союза. Начиная в Красноярске, Омск, Златоуст, Харьков, Днепропетровск, Ленинград, Сызрань, два завода в Подмосковье. И везде мы учили этих заводчан работать с новыми материалами, потому что ни на одном из этих заводов такого рода материалы и такие технологии не применялись. И поэтому, что говорит, мы были патриотами не по подъятию флага и прослушиванию гимна, мы были патриотами духовными. — Станислав Александрович, вот успели с вами немножечко поспорить, да, то, что вот реализация этого проекта, она немножечко опередила то время, в котором случилось. Но, как вы уверяете, то, что вся страна, народ ждал этого, да? Вот расскажите об этом, про общую атмосферу, которая была. — Хорошо. У нас было много разговоров по поводу создания этого орбитального корабля, и я не буду их здесь передавать, времени не хватит. — Ну, сколько времени вообще ушло на вот эти разговоры? — Вы знаете, на первом этапе уж было потеряно по вине самолетчиков полтора года. Мы, правда, не ждали этого времени. Ведь для того, чтобы начинать проектировать, нужно прежде всего получить нагрузки. Нагрузки, конечно, как я уже сказал, от крылатого корабля всегда бывают больше. И поэтому нагрузчики, работающие в головном КБ, они в своих расчётах приняли, что будем испытывать нагрузки от конфигурации корабля вот в этом варианте. И в конечном итоге, значит, Министерство авиационной промышленности, которым был ответственным за разработку его, в конце концов, мы заставили его сделать тот корабль, который требуется. И для этого была создана объединённая двигательная установка, включающая в себя 48 двигателей различного назначения. 48 двигателей. Именно с помощью этих двигателей и производилось управление. Всё в космосе. Понимаете? Поэтому они нас, конечно, с самого начала задержали. Это естественно было. В конце концов, разговор стал таким образом. Валентин Петрович Глушко, наш генеральный конструктор, вынужден был встретиться с министром авиационной промышленности и заявить ему так. Либо вы делаете орбитальный корабль, какой мы вам говорим, либо мы будем это делать сами. И только лишь после этого они вынуждены были согласиться на наше предложение. Это было тогда положено делать не нашему КБ. Наше КБ создавалось как разработчик. И участие в изготовлении он должен был принимать сверхтяжёлых ракет-носителей. То есть нужно было находить ещё какую-то кооперацию, которая бы разработала. Документацию на этот орбитальный корабль вполне по силам было разработать в головном КБ. Мы провели у себя экспериментальную отработку. Причём никто до этого в Советском Союзе никогда не проводил испытания на прочность ямкостей с жидким азотом при температуре минус 196 градусов. Здесь вы тоже оказались первыми? Да. И мы тоже оказались первыми. По техническому заданию, разработанному нашими конструкторами, выпускниками Куйбышевского авиационного института, был создан стенд специальный, в котором погружался этот бак целиком для водорода высотой 40 метров. Бак 36 метров был по высоте. Его нельзя было испытывать даже с жидким азотом, потому что он был спроектирован для жидкого водорода, который в 15 раз легче воды. Даже если бы его залить, то он бы уже разрушился. Поэтому была сделана специальная ёмкость, в которой заливались жидкий азот одновременно, внутрь и внаружи. То есть он плавал. Бак плавал в жидком азоте. И это всё тоже было разработано нами. И вся экспериментальная отработка тоже была проведена нами, Волжским КБ. Ну это, конечно, удивительные вещи вы рассказываете. Станислав Александрович, давайте вот вернёмся немножко к энергии. Да, понятно, что разработки велись долгое время, что очень серьёзный был к этому, ко всему подход. Но интересно вот что. А как народ отреагировал? Для народа это же тоже было долгожданным проектом. Они ждали реализации? Те, кто проживают рядом с аэродромом заводским, они в своё время увидели, взлетает самолётик, а у него на горбу, извините меня, сам самолёт диаметром около трёх метров, а у него на горбу груз длиной в сорок метров и диаметром в восемь метров. Понимаете? Конечно, тоже было удивительно. Но народ-то от нас ждал, вы понимаете? Народ-то ждал, что раз, мягко выражаясь, партия сказала, значит, будет выполнено это задание. А вот вы, то, что вы приложили руку, поучаствовали в создании этого проекта, у вас какие ощущения были после запуска, первого запуска полёта? Непередаваемые. Вы знаете, я присутствовал при запуске, когда рядом сидела Государственная комиссия. Вы можете представить, Государственная комиссия, кто это? Да, Государственная комиссия, это 6-7 министров находятся там, главные генеральные конструктора и так далее, и так далее. И вот когда первый раз ракета взлетела, то те, кто мог запрыгнуть вот на эти столы из этих дяденек, и мы в том числе, мы запрыгнули. Запрыгнули на стол с министром? Да, никаких хлопаний там, понимаете, этих оваций не хватало для этого ощущения, потому что мы шли к этому 11 лет. 11 лет вот такого труда. Продолжение следует...